Десять отечественных звезд, которые уехали из России давно и надолго. Не все отечественные знаменитости остаются в России, чтобы радовать поклонников своим творчеством. Некоторые из них уехали за границу, где более или менее хорошо устроили свою жизнь. Чем же они занимаются вне пределов России? Ведь в Европе и США их выступления интересны в основном русскоязычной публике. Но на этом много не заработаешь. Исключение составляют оперные певцы, которые поют не только на родном, но и на иностранных языках. Десятое место. Ольга Куриленко – известная модель. С 15 лет работала в московском агентстве «Редстар». А через год она получила приглашение от парижского модельного дома и уехала во Францию. Здесь ее карьера быстро пошла в гору. Через два года она стала представлять бренд Роберто Ковалли. Снялась для журналов «Гламур», «Вош». На Ольгу обратили внимание киноделы и стали приглашать в кино. Известность к девушке пришла благодаря фильму «Париж. Я люблю тебя», где она сыграла в паре с Эйла Джем Вудом. Но наибольшую популярность Ольга получила после того, как стала очередной девушкой Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия». Куриленко несколько раз была замужем. У нее есть сын. В настоящее время она живет в Лондоне. Имеет французское гражданство. Девятое место. Елена Соловей Знаменитая советская актриса Елена Соловей, муза Никиты Михалкова, звезда фильмов «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней жизни Обломова», «Раба любви» была чрезвычайно востребована в нашей стране. Но в 1991 году она была вынуждена покинуть Россию из-за мужа, которому требовалось серьезное лечение за границей. Соловей приняла непростое решение – бросить успешную актерскую карьеру на родине и всецело посвятить себя семье. Она ничуть не сожалеет о своем решении, ведь супруг так нуждался в ее заботе. В США Соловей выступала на русском радио, в русском музыкальном театре «Блуждающие звезды», а также трудится в школе для детей из русскоязычных семей. Она даже засветилась в американском кино, в сериале «Клан Сопрано». И в фильмах «Хозяева ночи», «Роковая страсть», «Затерянный город Зет». Елена Соловей не намерена менять свою жизнь, но с огромной благодарностью вспоминает свою карьеру в СССР. Восьмое место. Екатерина Парфенова. Звезда фильма «Выше радуги» Катя Парфенова после премьеры проснулась знаменитой. Красивая миниатюрная девочка с чудными белокурыми волосами мгновенно покорила сердца миллионов зрителей по всему Советскому Союзу. В студенческие годы девушка приняла участие в конкурсе «Мисс Мира университет», на котором заняла первое место. А в 1992 году она уехала за границу, в Париж и Лондон, где работала моделью. Потом красавица перебралась в США, где вышла замуж за состоятельного адвоката, от которого родила двоих детей. А когда тот подал на развод, начала судиться с ним за алименты для детей. Разбирательство растянулось на пять лет, но Екатерина в конце концов добилась денежных выплат от их супруга. Она обосновалась в Лондоне, где занимается воспитанием детей. Седьмое место. Янина Лисовская. Это актриса, знакома массовому зрителю по лирической комедии «Любовь и голуби», где сыграла роль Людки, дочки главной героини. Этот фильм прославил ее на весь Советский Союз. Актриса стала получать приглашение от режиссеров. Она снялась в кинолентах «За ветлугой рекой», «Человек с аккордеоном». В 1990-х годах она познакомилась с немецким актером Вольфом Листом, который красиво за ней ухаживал. Ради нее выучил русский язык, а под конец предложил ей руку и сердце. Янина согласилась, вышла за него замуж и уехала в Германию. Здесь она выучила немецкий язык и стала сниматься в фильмах «Следы войны», «Ласточкино гнездо», «Живущий у Рейна» и выступать на сцене. В интервью Янина призналась, что довольна своей судьбой, но все же мечтает сыграть в российском кино и только ждет предложений. Шестое место. Наталья Водянова. Топ-модель, красавица Наталья Водянова вот уже много лет живет за границей, где прочно обжилась. Уроженка Нижнего Новгорода сделала успешную карьеру в мире высокой моды. Сначала она покорила Москву, а затем Париж. Наталья снималась для престижного журнала «Вош», рекламировала бренды «Лориаль Париж», «Шанель» и другие. За границей Наталья устроилась и в личной жизни. Она вышла замуж за одного из богатейших предпринимателей Франции Антуана Арно, от которого родила деток. Пара живет в очень красивой квартире в Париже, которую Наталья украсила и обустроила сама. Красавица обожает домашние семейные посиделки, поэтому дизайн жилища спроектирован для нужд многодетной семьи. Несмотря на занятость на работе, Водянова всегда находит время и для мужа, и для детей, и даже для благотворительности. Пятое место. Илья Баскин. Этот актер знаком отечественному зрителю по комедийному телесериалу «Большая перемена», где он сыграл одного из учеников Нестора Петровича. Хотя зрители так и не узнали имени этого героя, они наверняка запомнили рыжеволосого молодого человека, который с виноватым видом обещал больше не врать. В 1976 году Баскин эмигрировал в США. Сначала его актерская карьера не задалась. Он работал посудомоющиком, потом страховым агентом. Но с 1980-х годов он регулярно снимался как в кино, так и на телевидении. На съемках фильма «Москва на Гудзоне» он познакомился и даже подружился с Робином Уильямсом. Долгое время Баскин дружил и с Савелием Краморовым, которого даже пригласил в США. Самая удачная заграничная роль Баскина – мистер Диткович, хозяин квартиры, которую снимал Питер Паркер. Из популярной франшизы 2000-х годов «Человек-паук». Баскин прочно обосновался в США. Он женился, у него родилась дочка. Среди его последних работ второстепенные персонажи из американских сериалов «Мадам госсекретарь» и «Родина». Четвертое место. Наталья Андрейченко. Звезда фильмов «Сибириада», «Мэри Поппинс. До свидания», военно-полевой роман. Наталья Андрейченко давно живет за границей. В 1985 году на съемках мини-сериала «Петр Великий» она познакомилась с американо-австрийским актером Максимилианом Шеллом, за которого вышла замуж и уехала с ним в США. Актерской карьеры Андрейченко за границей не удалась. Зато брак какое-то время доставлял ей радость. От Максимилиана она родила дочь, однако это не спасло их отношения. В 2005 году они развелись, но Наталья с тех пор живет попеременно то в США, то в Мексике, а иногда приезжает в Россию. В последнее время она обосновалась в Мексике. Также у нее есть недвижимость в Австрии. Так что отечественные зрители, вероятно, не скоро дождутся возвращения Мэри Поппинс в родные пенаты. Третье место. Дмитрий Корчак. Сладкоголосый тенор Дмитрий Корчак – один из самых востребованных оперных певцов, который с одинаковым успехом выступает на мировых площадках. А с 2015 года он успешно опробовал себя в качестве дирижера. Дмитрий проживает в Вене, но по долгу профессии постоянно гастролирует, в том числе и в России. Так он плодотворно сотрудничает и с новосибирским, и с михайловским, и с большим театрами. Так в этом году он успешно спел с большом партию в опере Верди и Травиата. Но по признанию Корчака, он и в европейских театрах Лас-Калле, Парижской и Венской операх чувствует себя как дома. Второе место. Анна Нетребко. Известная оперная певица Анна Нетребко с 2000-х годов регулярно выступает на Западе, в Европе и США. Поэтому неудивительно, что постоянно выступая то на Зальцбургском фестивале, то в Метрополитен-опере, она обзавелась недвижимостью в Австрии и в США. За границей певица наладила и личную жизнь. Сначала она жила в гражданском браке с уругвайским баритоном Эрвином Шроттом, от которого родила сына. А затем вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Певица постоянно в разъездах, она регулярно дает концерты и поет в спектаклях. Первое место. Мария Шарапова. Мария – одна из самых богатых теннисисток мира. Она несколько раз выигрывала престижный турнир «Большого шлема», благодаря чему получила мировую известность. Шарапова занимает третье место в мире в рейтинге теннисисток, которые больше всех заработали в своей карьере. Ее доход составил около 39 миллионов долларов. Она до сих пор рекламирует ряд премиальных брендов, а также развивает собственный бизнес. Ей принадлежит компания по производству сладостей Цу Гарпова. Значительную часть своего состояния спортсменка заработала на рекламе. Мария живет за границей, у нее есть свое жилье в США, несколько домов и ранчо. Так что в России она бывает нечасто.